Привет, это канал Геем Ультра. Если ты любишь видеоигры и юмор, тогда тебе ко мне. Обзоры, топы, ожидаемые игры и новости. Только самое интересное, динамично, позитивно и никакой нудятины. Ссылка в описании. Не жди, подписывайся и до встречи на Геем Ультра. Случилось ожидаемое. Sony наконец-то представила свой ответ Nintendo в виде PS1 Classic Mini. Странно, что компания зашевелилась только сейчас, ведь многие геймеры вполне закономерно были уверены в том, что после успеха эксперимента с NES Mini от конкурента ответочка не заставит себя долго ждать. Все бы хорошо, но после анонса есть определенные вопросы. Во-первых, полный список игр пока еще не огласили. Назвали лишь несколько, среди которых и Staken, Ridge Racer, Final Fantasy VII и даже Jumping Flash. Один из первых тайтлов консоли, но в остальном не сильно популярна игра. Во-вторых, геймпады решили сделать аутентичными, потому фигура нам из трех пальцев, а не нормальный дуалшок. При ценнике в 100 долларов не самый приятный момент, да. Что ж, отбросим все переживания. Сегодня предлагаю поразмышлять на тему, какие игры мы хотели бы видеть на этой консоли. В этом видео я предложу свою пятерку лучших игр для PS1 Classic Mini. Поддержите этот выпуск лайком и погнали ностальгировать, вспоминая отличные игры со старушки PlayStation. По правде сказать, драйвер никогда и не был эксклюзивом PlayStation, но, кого не спроси, все помнят эту игру именно с консоли. Да что уж говорит, тренировочная миссия запомнится на всю жизнь, независимо от того, смог ли ты ее одолеть или нет. Пишите в комментариях, если тоже страдали от нее, когда в первый раз сели за игру. А ведь драйвер давал совершенно иной опыт. Вспоминая то, как я после Sega Mega Drive знакомился со своими первыми играми с PS1, драйвер это та игра, которую я воспринимал как нечто новое и кинематографичное. Несмотря на скромную графику, даже по меркам тех лет, атмосфера на миссиях потрясающая и ты получаешь настоящее удовольствие. Погони занимает здесь все место на протяжении всей истории, больше-то и ничего делать не нужно. Но как только ты прослушиваешь это сообщение, ставленное на автоответчик, ты уже невольно настраиваешься на очередное дело, понимая, что от твоего умения водилы зависит успех всего мероприятия. Катаясь по городу, ты просто поражаешься открытому миру, свободе действий и физикой, в которой есть золотая середина, когда ты и чувствуешь автомобиль, но при этом он не так чувствительен к нажатиям, будто это какой-то симулятор. Как мы уже знаем, Reflections пошли дальше и в сиквеле они многие аспекты игры подняли просто на абсолютно новый уровень. На мой взгляд, драйвер это то, что достойно быть в наборе игр PS1 Classic Mini. Да, я понимаю, что из моей сегодняшней подборки половины точно быть не может на консоли и заправ и прочих таких дел, но тем не менее можно не сомневаться, что найдется способ добавить нам туда таких игр, которых мы захотим. Так что не будем опираться на скучные правила, которыми руководствуются крупные компании. Говоря о Medieval, то мне почему-то кажется, что у нее есть все шансы оказаться в новой консольке. Во-первых, это франшиза Sony, потому никто не запретит туда ее добавить. Во-вторых, определенный интерес к серии есть, о чем свидетельствуют планы компании сделать как минимум какой-то ремейк. Ну там мутный ролик выкладывали, поживем увидим. Но первая часть серии определенно должна быть в PS1 Mini. Многие из вас, кстати, в комментариях писали, что хотели бы видеть ее там. Я присоединяюсь к этим пожеланиям. Хочется еще побродить по знакомым местам Гэлла у мира да побесить Зарака. Вообще, эта сказка меня безумно манит своей атмосферой, а также харизматичным персонажем. Я ведь даже делал подробную историю на всю серию, кто еще не видел, обязательно посмотрите. У Medieval сложилась непростая судьба, идеально получилась лишь самая первая часть, потому многие хотят видеть именно ее. В ней используются интересные геймплейные решения, так например, ненавязчивый бэктрекинг. Он не злит, а действительно вызывает интерес. Когда у тебя появился нужный ключ или способность, тебя сразу синяет. О, я кажется видел одно место, теперь я попробую пробраться туда. И ты получаешь настоящее удовольствие, когда разгадал очередную загадку и все получилось. Ощущаясь в продвижении истории, видя новые локации и встречая очередных чудиков. Я могу говорить об этой игре бесконечно, вы знаете. Sony, пожалуйста, добавьте Medieval PS1 Classic. Для многих появится особенный повод купить новую консольку. Так получается, что весь выпуск я буду обмазываться ностальгией, хотя обычно мне это не свойственно. Думая о том, какие игры хорошо бы подошли к старту PS1 Classic Mini, с Siphon Filter был у меня один из первых вариантов, что у вас был в голове. Опять-таки чудом появившаяся франшиза Sony, ставшая очень успешной, но впоследствии успевшая скатиться не пойми куда. Многие фанаты согласятся со мной, что трилогия на PS1 относится к классической серии, хотя третью часть уже не все любили. Первая же часть в свое время была очень крутой. Как и хотел лид-дизайнер, передали дух старого шпионского боевика. На выбор куча оружия, даже электрошок есть, которому всегда можно найти применение. Впоследствии он стал чуть ли не символом Siphon Filter. Дешевые видеозаставки мы смотрели с большим интересом, но наблюдали за тем, как разворачивался сюжет. Он посвящал нас курс дела, а потом помещали нас прямиком в пучину событий, чтобы в очередном секретном задании мы все сделали как надо. Это настоящая, серьезная игра, которая по своим механикам и игровому процессу утерла нос многим боевикам от третьего лица, задав свои стандарты. Возможно, те, кто далек от ретро-игр, скажут, что в этот архаичный ужас сейчас играть невозможно. Будет сложно, да, но не из-за графики, из-за того, что Siphon Filter не дает никаких поблажек, и от этого игра не для всех. Но кто знал ее с самого детства, музыка и только первый уровень уже невольно вызовет добрую улыбку. Вероятно, кто-то знаком с этой игрой благодаря ПК-версии, но лично у меня знакомство состоялось только на PlayStation, и по сей день я отдаю предпочтение лишь приставочной версии. Одна из тех игр в серии, которая запала в душу навсегда. Я уверен, что она официально никогда не попадет в стартовую линейку мини-консоли, так как Electronic Arts жива и здорова, и стало быть, они просто так добро на эту идею не дадут. Но все равно, многим эта игра в то время нравилась. High Stakes прямо-таки пропитан духом своего времени. В первую очередь, легендарный саундтрек. Rom Deep Risco, Jungle XL, Saki Kaskaz, те, кто увлекался электронной музыкой в те годы, поймет, почему это все имеет огромное значение. Некоторые треки из игры по праву могут олицетворять целую эпоху. Графика тогда тоже поражала. Интересно было покрутить камеру, полюбоваться своим авто, а перед этим выбрать понравившийся цвет. Я всегда с большим упоением наблюдал за тем, как машины прямо-таки блестят, имея роскошный вид, особенно премиальные McLaren, Ferrari, Lamborghini. Мне даже проигрывать не так обидно. Здесь не очень сложно, но при этом сама физика и управление выполнены на столь высоком уровне, что получаешь удовольствие лишь от факта езды. А добавьте к этому несколько режимов, призванные разнообразить геймплей. На выходе получается то, что осталось в сердцах миллионов геймеров. Вспоминая об NFS на PlayStation, первым делом мне на ум приходит именно эта часть. А вам? Напишите в комментариях, какая Need for Speed ближе с первой соньки лично вам. Еще один претендент на право оказаться в новой мини-консольке от Sony. Возможно, Square вполне даст право на использование этой игры. Хотя, насколько я помню, особого коммерческого успеха она не получила. Во многом он оказался необычный, опережащий свое время и не похожий на многих других. Вырез китеры оказались в центре хитроумного заговора. Играя в роли Эшли, предстоит докопаться до истины, ведь история здесь запутана и непонятна, пока не изучишь игру как следует. Бродя по лабиринтообразным пещерам, катакомбам и улицам, предстоит сражаться со множеством разных противников. И что интересно, они действительно все уникальны и требуют особенного подхода. Так в мастерской мы будем создавать оружие, затачивая его характеристики против конкретных типов врагов. Драконы, воины, гоблины и так далее. Возможности прокачки как персонажа, так и самого оружия здесь просто безграничны. А для своего времени это было вообще нечто потрясающее. Эшли со временем получает множество уникальных способностей по защите и атаке. Мы можем прокачать своего героя так, что он будет делать мощные комбо и отражать удары сильных боссов. Это та игра, которую не описать в двух словах, но она действительно очень крутая. Плюс выглядит потрясающе, так как у нее множество очень эффектных сцен. Создатели выжимали из PlayStation уже последние соки. Очень надеюсь, что когда-нибудь о серии вспомнят и перезапустят. А пока я буду метить на то, чтобы поиграть в Выгран Стори на PS1 Classic Mini. Рад представить вам итоги конкурса, который мы провели совместно с каналом Xbox Flash. В выпуске История Спайдермен мы разыгрывали геймпад DualShock 4. Победителем конкурса стал подписчик с ником Azen. Поздравляю победителя! Просьба написать кому-нибудь из админов нашего паблика ВКонтакте. А итоги следующего конкурса уже скоро. Такой был мой топ лучших игр для грядущей малышки PS1 Classic. А вы пишите в комментариях, согласны ли вы с теми играми, о которых я вспомнил и что хотели бы добавить своего. Обязательно делитесь своими мнениями и мыслями на этот счет. А я прощаюсь с вами. Поддержите это видео лайком. Так вы очень помогаете каналу развиваться и расширять мою аудиторию. А без этого будущее проекта может быть под угрозой. Потому огромное спасибо за вашу поддержку. Увидимся уже скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok